самое главное для людей которые пришли отдыхать к водоемам самое главное знать основные правила первое из них ты должен уметь плавать если человек не умеет плавать воду желательно не идти второе правило знать где надо купаться и чтобы это место было подготовлено для людей для купания у нас эти места отработаны проверены они называются пляжами если уже говорит для минчан и для гостей столицы то на территории города минска пляжи находятся на цнянском водохранилище пляж находится на комсомольском озере один пляж и на водохранилище дрозды все остальные водные объекты в черте города являются объектами запрещенными для купания и купание в запрещенных местах она не только вредит человеку и опасно для его здоровья и жизни она еще и может последовать административная ответственность закупание в запрещенном месте до трех базовых величин следующее правило мы сказали уметь плавать мы сказали где плавать надо знать еще и с кем плавать и с кем отдыхать как правило это касается первую очередь для детей дети всегда должны быть под присмотром взрослых и находиться взрослые от детей которые купаются не далее чем на расстоянии вытянутой руки это общепринятое правило и такое правило создает безопасность для ребенка который вместе с вами находится на водоеме ну естественно с детства учить детей плавать и учить безопасному поведению на воде ну и для больших компаний наши люди не умеют отдыхать без горячительных напитков к сожалению со временем это наверное тенденция меняется люди за здоровый образ жизни но в то же время алкоголь и нахождение в воде купание лишняя бравада кто дальше заплывет кто лучше нырнет кто выше прыгнет это неуместно это неуместно и чревато причинением себе вреда вреда своему здоровью а то и жизни то одно из правил последующих уже никогда не поддаваться панике паника в воде это самый главный бич всех происшествий когда человек касается каких-либо непонятных скользких объектов в воде когда его касается рыба на море часто медузы касаются людей это неприятные ощущения когда заплывает касается руками водорослей начинает паниковать руками ногами болтать от страха отпрыгивать в то же время может накрутить на себя и водоросли и вообще мышцы сужаются человек концентрируется может пойти под воду хапнуть воды перебит дыхание самое главное в данной ситуации не паниковать что касается судороги часто люди тоже поддаются панике и чуть ли не там мой тону и тону судорога как правило она одной мышцы это как правило икроножные мышцы ноги если человек умеет плавать умеет держаться на воде достаточно можно и на руках и с помощью ноги которые не свела судорога добраться до берега если же уже такая ситуация что ну вот надо привести ногу в порядок в принципе на суше никто даже не обращает там на то что судорога потоптались размяли ногу и все если надо привести ногу в порядок как правило икроножная мышца сведена судорогой набрать полные легкие воздуха достать руками пальцев ноги но вот если нога достать пальцы ноги и потянуть потянуть сильно на себя икроножная мышца растягивается приходит в норму судорога отпускает общепринятое восприятие людей по фильмам по роликам что я тону тону спасайте но немножко ошибочное человек терпящий бедствие на воде не успевает зачастую там прокричать я тону помогите здесь самое главное наблюдать за своими друзьями знакомыми товарищами которые с которыми вы вместе пришли отдыхать которые плавают купаются если человек находясь на воде ведет себя неадекватно взмахи руками погружение головы под воду там бы хватание то опять погружение под воду то есть тон плыл когда человек плывет нормально видно что он плывет когда человек ровно идет он видно что он ровно идет когда какие-то неадекватные действия значит человеком что-то не то то же самое на воде если какие-то неадекватные действия значит надо этому человеку помогать в первую очередь сообщить о том что вы видите рядом находящимся если нет никого сообщить службы спасания где вы точно находитесь что вы видите какая необходима помощь и потом примере самому попытаться оказать помощь человеку попавшему в беду и который терпит бедствие на воде но для того чтобы самому оказывать помощь человеку терпящему бедствия на воде надо быть во первых морально готовым во вторых знать как это делать если это пляж это место отведенные для купания есть стенд есть спасатели во первых на всех пляжах есть спасатели которые в обязательном порядке они наблюдают могут это увидят если не увидят и кто-то им подсказывает они сразу выбывают для оказания помощи человеку терпящему бедствию либо тонущему на воде есть спасательные круги есть другие приспособления для для спасения то есть называется он конец александрова александрова это веревка с грузом которая выбрасывается для человека терпящего бедствия и он за нее может схватиться и подтянуть но если уже идти вплавь для к человеку тонущему то тут надо понимать что спасатель для него будет являться спасательной соломкой соломинкой за которую он будет хвататься и вот эти вот все хватания они могут сковывать движение самого спасателя то есть надо приближаться к тонущему человеку со стороны спины поднырнуть и таким образом приподнять его на поверхность на поверхность чтобы было на поверхности голова и потом транспортировать его к берегу при приближении грозы это у нас бывает солнце 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 и тут оба тучи находят и гроза ни в коем случае не находиться в воде из воды надо уйти гроза поражает не саму воду а все предметы находящиеся на поверхности воды выйти обязательно из воды и быть подальше от берега в то же время ни в коем разе не не прятаться под одиночно стоящие деревья под металлические конструкции не выходить на возвышенности желательно так какая то чтобы была ложбинка и сухая ложбинка небольшие деревья кустики если есть автомобиль можно грозу переждать в автомобиле заглушить двигатель выкл выключить радиоприемник и переждать грозу в автомобиле то же самое чтобы автомобиль не находился на каком на какой-то возвышенности это вот самое главное правило с воды во время грозы обязательно надо уйти